Я, ты, он, она, вместе целая страна, вместе дружная семья, 40 и 100 тысяч я. Рыщий класс, озорный, черный, рыжий, единый, русский и веселый. Ра-ра, веселый! День России 2017 во Владивостоке отметили с размахом. Тысячи людей, десятки мероприятий, самые популярные площадки города. Начали празднование на спортивной набережной. Конкурсы, арт-фестиваль, спортивные состязания, концерт – это лишь малая часть всех событий. Уже с 11 утра на верхней площадке амфитеатра работала выставка продажа товаров декоративно-прикладного творчества, где свои работы из бисера, изделия из бересты, деревянные игрушки, вышивку и многое другое представили мастера Владивостока. Кто-то мог приобрести уже готовый сувенир, а некоторым было интересно сделать такое своими руками. Для них умельцы провели мастер-классы. Владивосток поистине можно назвать мини-копией нашей России. Он такой же многонациональный. В нем есть все богатство природы, которое представлено на всей нашей территории необъятной страны. Ну и, конечно же, мне кажется, каждый из наших горожан понимает, что Владивосток – это не окраина России. Потому что именно с Владивостока начинается Россия. После поздравлений – традиционный праздничный концерт. На сцену вышли лучшие вокальные и хореографические коллективы Владивостока. Выступления сопровождались тематической викториной для зрителей. Победителям вручили подарки. Пока у амфитеатра продолжался концерт, в другой точке набережной, где развернулись спортивные тематические площадки, горожане пробовали выполнить нормативы ГТО и смотрели показательные выступления представителей различных спортфедераций. А тем временем на университетской набережной группа инициативных студентов «Леди» знакомила гостей мероприятие с российской бальной культурой. Зрители увидели 20 показательных выступлений мастеров бального танца и сами попытались освоить это искусство. Помимо культурно-развлекательных, на Русском острове можно было посетить площадку «Дети своей страны», фонда «Счастливые дети» и молодежного ресурсного центра, где провели благотворительный аукцион. Все собранные средства пойдут на оказание помощи детям-отказникам больницы номер 2. Мероприятия в честь Дня России проходили также на Корабельной набережной, в Театральном и Адмиральском скверах и на других площадках города. Дата празднования Дня России выбрана не случайно. Именно 12 июня 1990 года Съезд народных депутатов принял Декларацию о суверенитете России. Однако статус праздничного дня утвердили не сразу, лишь в 1994 году, а свое современное название День России приобрел в 2002. Анна Бережная, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом. Новости на Восьмом.